Где же ты? Где же ты? Где же ты? Так, все присоединяются, присоединяются. Да, всем здравствуйте, мои дорогие. Давно мы с вами не виделись. Люблю я проводить, кстати, прямые эфиры в последнее время, потому что... Ну, ты, короче, с подписчиками общаешься вот так вот воочию. Каунт Йоси, а сидит Саша. Ну, как бы в шапке профиля прописано, что... Теперь здесь сижу я. По своим причинам. Что там с Настей и Оливией? Реально, ребят, ну, имейте, пожалуйста, уже совесть. Мы уже много раз вам отметили аккаунт. И в сторисах, и много раз писали в этих, как его, в комментариях. Я все понимаю. Вы все переживаете, но... Нужно понимать. Когда планируете приучать мужа к горшку? Уже приучаем. Месяцев с восьми точно. Так. Где же ты, где же ты, где ты? Привет, а где Йоси? Не отвечает. Привет, Саня, он гуляет. Со Стефанчиком. Что по настроению? Все нормально. Так. Стефанчик еще кушает, но... Иногда бывает, но редко. Ваша семья мне нравится. Знакома с вашей историей. Приятно. Любить своих подписчиков. А кто вам сказал, что я их не люблю? Ты не пробовала заниматься чем? Так. Добрый вечер из Англии. Ясно, окей. Ясно, окей. Обожаю своих друзей. Привет из города Баранович. Здравствуйте, Баранович. Я, кстати, у вас даже была когда-то. А тебе тяжело, да, прогуляться с ними? Какой-то странный вопрос, если честно. Вы прививаете, будете прививать сына по возрасту. У меня немножечко иное мнение на этот счет нет. Так, улыбнись. Че ржешь, Санек? Поздравляю с пришедшим. Спасибо. Моя девочка хорошая. Востока милая семья. И муж супруги. Классно так держать. Спасибо большое. Как относишься к конфликту Бузова? Вообще все равно, ребят. Привет из Праги. Очень приятно. Кто имя малышу выбирал? Вы классно. Папа, Йоси, огонь вообще. Ну, кто? Будет делать операцию. Вот если мы сейчас опять эту тему заведем, тогда я буду склоняться к тому, что, наверное, да. А потом подумаю и подумаю, наверное, нет. Да мы всегда за тебя горой, а ты все время язвишь. Кому? Не совсем понимаю. Кто знает, как найти Настю, у которой у мамы... Посмотрите последний пост. Там в комментариях есть ссылка. Да и в конце концов... Этот, как его... В отмеченных... В сторис сегодня было. Выживете с родителями? Да. Саша, тебя блочат не за то, что ты полная, а за то, что ты всех поклинаешь и ненавидишь. Я тоже полная, никто меня за это ненавидит. Как бы так ответить на этот вопрос? А с чего вы вообще взяли, что меня блочат за то, что вы написали? Ну, как бы у нас в Инстаграме прописано то, что... Короче, нам надо блокировать жирных или людей, которые не любят людей или что? Ну, а что, каждый второй блогер злой? Или вы до сих пор думаете, что ваши говно-жалобы что-то решают или что? Я не могу понять. Нет, ребят. Это изменения в Инстаграме. Не нужно на себя брать слишком много. Нас блокируют сейчас каждого второго блогера. Кого не блокируют, тем сносят сторисы, чтобы опять прийти к тому, чтобы отправлять аккаунт на проверку. Спасают только аккаунты с галочкой. Но точно не ваши говно-жалобы там что-то решают. Я вообще плевать хотела на то, кто ко мне как относится. Я отношусь к людям ровным счетом так, как они относятся ко мне. Если вам показалось, что я вам язвлю, или проклинаю вас, или послала куда-то, это сугубо из-за того, что вы нос свой засунули туда, куда вам сувать его не надо. Если я медийный человек, это не означает, что вы имеете какое-то право, хотя бы малейшее, говорить мне какое-то свое говно-мнение, по-другому не могу это назвать, или мне каким-то образом хамить. Спасибо за понимание. Всего доброго. До свидания. Почему не были на дне рождения Исахнова? Мы толком не общаемся. Приезжайте в Беларусь в гости. Саня, а кто же нас туда пустит-то с вашими этими событиями? У вас еще есть переезд в планах в ближайшее время? Нет. Пока не точно. Потом посмотрим. Вроде соседка снизу успокоилась, но с ней собственники наши поговорили. Вы Стефана подстригли? Да, подстригли. Я так хотела вам показать видео, как он сидел, вообще как это все было. Передай привет моему сыну Ивану. Привет вашему сыну Ивану. Так. Я тебя сначала потеряла. Ура, хорошо, что у Йоси выходишь на связь. Тебя блокируют из-за тупой рекламы, даже за последнее на твоем аккаунте. Комментар не надо было удалять. Вот вы откуда можете знать? Еще раз спрашиваю вас, за что меня блокируют. Ну, вот откуда вы можете это знать? Точно, у вас еще забыла спросить, что мне рекламировать, что мне не рекламировать, что мне еще что-то либо делать. Саша, лежишь все время на диване, как ты похудеешь, всем говоришь о развитии. А сама кроме ванны, дивана, никаких движений. Блядь, как меня бесит реально тупорылые люди. Вот понимаете, вот мне вот выше писали, да, ты же вот как-то вот грубо общаешься с подписчиками. Ну, а как мне с вами еще общаться? Ну, откуда вы можете знать, что я делаю? Если я выхожу в прямой эфир, или, ну, как бы у меня появляется свободная минутка, когда я нахожусь в ванне, ну, как бы, значит, что я все остальное время тоже сижу в ванне или что? Или всегда лежу? Ну, как бы, блин, да, я прилегла привести прямой эфир. Это плохо? Как наши котики. Ну, хорошо. Он такой миленький стал после стычки. Ну, да. Что случилось со строком? Она писала в сториз, что ей плохо. Это не ко мне вопрос. Саша может просто завидовать тебе и твоей семье. Похоже, конечно, на правду, но я думаю, что это больше, наверное, не зависть. Я не знаю, как это правильно назвать, да. Ну, вот я, например, живу в какой-то степени на показ. Там были на проекте, да, например. Ну, как бы, там были какие-то моменты. И люди считают, что если мы живем на показ, они имеют право на то, чтобы указывать мне, как мне, например, там, дальше жить или еще что-то. Нет, ребят. Мой выбор был показывать вам жизнь. Но принимать, скажем так, какие-то ваши мнения, это не мой выбор. 20 идей по улучшению государства. Одна из причин, по которой можно было улететь в бан инсты. Вы сейчас серьезно, ребят? Я не знаю, среди вот этих вот людей возможностей какой-нибудь хакер, блогер-миллионник, у которого миллионов 10 миллионов 10 этих, как его, подписчиков. Не знаю. Или еще там, не знаю, может быть, какой-то суперкрутой менеджер по продвижению. Но если нет, тогда какого, в принципе, черта? Вы пишете свои какие-то предположения. Я знаю причину, по которой мой инстаграм улетел в бан. Я причину эту знаю. И как и все другие ребята, причину знают. Не надо это приравнивать к тому, что это вы такие суперпрекрасные, а какие-то там всемогущие, решающие, непонятно что. Пожалуйста, я не буду это даже обсуждать. Вы можете верить во что вы хотите. А в другой позе можно вести эфир? Ну, в какой я решу? В такой и, собственно, веду. Что за тоже тупая привычка учить людей, что им делать? Как им вообще... Что говорить, блядь? Просто я поражаюсь. Ну, нереальное количество блогеров, бывших участников какого-либо шоу, да? То есть, да в принципе, блядь, человека, с которым можно поговорить. Чего вы сюда-то претесь? Почему такая агрессия? Мы же не оскорбляем. А я не оскорбляю. Я говорю по факту. Так, обожаю твою семью. Малыш, полусолнышко, младший, мы вон один день. Ой, спасибо. Когда сестра приедет в гости, она не обижается на то, что ты сказал ей найти деньги на решение проблем самой? Ребят, вы знаете, это такой очень странный вопрос, обижается ли она или нет. Мне, честно говоря, фиолетово обижается, человек не обижается. Ну, как бы она будет бить чужие тачки, угонять их, а я, значит, за это должна платить деньги. Правильно? Саша, скажи, ваши отношения стали крепче после ухода с проекта и после рождения Стефана? Ну, я не знаю, с чем это связано, но отношения, конечно же, стали крепче. Я не могу сказать, что они суперидеальные. Ну, как бы, они также и с родителями стали крепче. Я не могу сказать, что они суперидеальные. Да мы, в принципе, не говорим про свои отношения вот так вот там в эфире, в сторисах и так далее, но сказать, что они стали лучше после проекта, это определенно. Но проживем ли мы, скажем так, до старости вместе, ну, я точно сейчас не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не знаю. Вот. Как бы, конечно, точно так же, как у всех, бывают громкие очень конфликты, скандалы, ссоры, мысли даже какие-то не самые хорошие и не самые лучшие, но я не буду вам говорить о том, что мы там суперидеальные, у нас идеальная семья, как это делают некоторые. Ну, вы понимаете сами, о ком я говорю. Стефан уже делает самостоятельные шаги. Он и так делал самостоятельные шаги, но он вот прям вот конкретно, чтобы, например, встать и пойти, он не может. Саня, зная вас и вашу семью, и то, что до вас никогда не дозвониться, не дописаться, я понимаю, что вы все в делах, но другие этого не поймут. ну, у нас же, наверное, люди живут правильно, только те, которые живут по шаблонам, ну, как бы, и вы, и ах. ура, по всенорм, хата, новая мебель куплена, а при чем-то то ли, я не совсем поняла. Инстаграм порно аккаунта не удаляет, фото с голыми жопами тоже о нормальных блогеров блокируют, ну, да. Саш, не найду, про Настю Павлику ответь, пожалуйста, ну, реально, ребят, я хоть с Настей дружу, но реально вот эти вот вопросы про нее уже вот сидят вот здесь, вот я вам отвечаю. Я уже тысячу раз просто скинула в комментарии, выставили два раза сториз, в личку периодически отвечаю, да, то есть, как бы, как найти. Люди пишут предположение, раз вы вышли общаться, зачем затыкать людей? Объясняю, за тем, что мне, в принципе, не нравится, и я говорила об этом неоднократно, о том, что люди пишут какие-то там свои предположения непонятные, да, выдавая их за правду, как бы, я уже не раз говорила, и я просто вижу, что пишут одни и те же, и это не предположение, это утверждение, и мне, в принципе, не нравится, что люди меня видят не той, кем я являюсь, а какой-то, ну, такое ощущение, как будто они вот супер-таки умные, а я вот вообще добрый вечер, твой инстаграм улетел, вот тоже, вот вам сейчас вот просто банальный пример, да, вот тупизны, твой инстаграм улетел в бан, потому что антики на тебя активно жалуются на мат-агрессию и на рекламу мошенников, первое, антики на тебя активно жалуются, вот, вот эти вот люди, я даже их людьми не могу назвать, какие-то крайне странные, да, жаловались на меня абсолютно всегда, дальше, мат, вы где в моих сторисах на основном аккаунте видите мат, мне очень интересно знать, агрессия, ну, как бы, агрессия будет, если меня доставать, и за это у нас не предусмотрено, за это у нас какой-то бан и так далее не предусмотрен, реклама мошенников, хоть раз вы видели, чтобы я рекламировала вам мошенников, вот хоть раз, ну, как бы, я не, я даже фамилии сейчас не хочу называть, вы сами знаете этих людей, которые вам рекламируют каперов, да, переходи в телеграм-канал, там, стопроцентные деньги и так далее, и так далее, хоть раз вы меня такое видели, чтобы мне такое говорить, я думала, что мы снова будем в одно время беременны, я вас поздравляю, мы тоже говорим только по факту, нет, вы не говорите по факту, вы обманываете, будет эфир хоть один нормальный, она самая, так, ребят, почему я не понимаю, вот я сейчас должна тратить время на это говно, по факту, есть вот я, да, человек, который показывает свою жизнь, есть вы, который выбираете, смотрите на меня или нет, какого вообще просто черта вы можете себе позволить учить меня, в принципе, чему-то, вы кто такие, вы кому-то позволяете приходить в ваш дом, говорить о том, что, слушай, ты, короче, готовишь неправильно, убираешься неправильно, жопу томоешь неправильно, сморкаешься не туда, куда надо, но вы просто представьте теперь это, как вы будете общаться с этим человеком, самое минимальное, наверное, что вы сделаете, это вы попросите его выйти, как я периодически делаю, да, прошу вас отписаться от меня, если вас что-то не устраивает, там дальше вы можете его послать, там потом вызвать полицию и так далее и тому подобное, к сожалению, к огромному, в инстаграме такого нет, и мы вынуждены, собственно, как бы защищаться вот так, как мы защищаемся, привет, у тебя сын такой милый, классный, спасибо, я смотрю у тебя все-все тупые, да, одна ты такая классная, умная, ребят, я классная, я умная, всех тупорылых попрошу, пожалуйста, отписаться, плевать в мужа норм вашей семье, ну, когда мы шутим, смеемся, да, это нормально, общаешься с Роковой, редко, так, Саша на проекте была тема, что родители Йоси тебя не принимают, и нашли ему невесту, это правда было, да, это была правда, у армян принято так, но, как бы, выбор идет все равно за мужчиной, то есть он женится на девушке, которую ему выбрали родители, или он женится на той, которую он любит, конечно, у моего сына не будет такой чушь, но, Стефан уже делает первые шаги самостоятельно, я уже, по-моему, отвечала минут 10 назад на этот вопрос, с Кемерово привет, конечно, Йоси сделал виноват, в чем не совсем понимаю, ты невестка в семье, которую уважают старших, а ты не понимаешь, материшься, я не понимаю, о чем вы говорите, я разговариваю с своими свеклами на матах, вы сейчас в своем уме, что вы пишете, это про кого-то говоришь, не совсем поняла, про что конкретно, так, чем сынок занимается, сейчас они гуляют, какая слабость у тебя из еды, прямо отказаться не сможешь, ну, такого много, а те, кто пишет, откуда они знают, как правильно для тебя, я не знаю, откуда они знают, вообще предполагают, люди не понимают, что каждый человек, это личность, и какие-то там нормы, морали стандартные, да, которые придумал какой-то человек, чтобы было удобно жить так в обществе, ну, блин, это не про меня история, я живу так, как хочу я, я даже, ну, вот эти вот, знаете, там есть люди, которые с подружкой, вот, недавно общались, есть вот такие люди, знаете, которые живут, как вот в совке, если детский сад, то исключительно только государственный, те, кто ходит в частный детский сад, у них понты, те, кто работает на работе, без трудовой книжки, или более того, там, хочешь стать фотографом, блогером, или еще там кем-то, это вообще нифига не труд, нужно обязательно работать по трудовой, 5-2, чтобы пенсия была, пенсия, вот, ну, короче, это вот все, вот не моя история, по системе жить, да, здесь уже растом отехнулось, здесь я матерюсь, да, база эта реклама кидала, оплатила, ничего мне на почту не пришло, это неправда, вы сейчас обманываете, даже если вам могло что-то либо не прийти, вы всегда могли в любой момент написать службу поддержки, если немножечко мозг свой включить, извилины поднапрячь, напрягаться надо, просто пару колесиков назад прикрутить, там есть и номер телефона, по которому нужно позвонить, или написать сообщение, если вдруг что-то случилось, что-то не заработало и так далее, либо написать на эту почту, ребят, извините, вот я вам прикрепляю скрин с оплаты, я оплатил, пришлите мне, пожалуйста, я там все понимаю, да, бывают как бы сбои в системе, это нормально, но пришлите мне, пожалуйста, ты получаешь пособие от государства, не это должна, почему ты говорила, что блокирует каждого второго блогера, но только вижу, что тебя блокирует, ну, я могу сказать, что значит вы подписаны, либо только на каких-то неизвестных блогеров, я не знаю, я не знаю, предположение, Йося Би, очень много странных видосиков, где он странно себя ведет, как ты к этому относишься, ребят, этот слух распустил и начал активно его продвигать, шеф-редактор телепроекта Дом-2, у него геи, проститутки, бисексуалы и так далее, были абсолютно все, ну, не абсолютно все, а кто, кто хотя бы немножечко ведет себя как-то более или менее манерно, нет, ребят, Йося просто вот такой, то есть, ну, он веселый, там, шутливый, да, он может поржать, не знаю, знаете, там есть компания, где, например, парни там целуют друг друга в сечку, ну, там, да, и смеются, ну, как бы, вот, ну, он просто веселый, нет, таких вот историй нет, и никогда в жизни не было, многих блогеров заблокировали, да, я знаю, тебя не учат, а высказывают свое мнение, понимаете, есть такой момент, да, то есть, я не хочу с кем-то ссориться, выяснять отношения, но я пытаюсь вот объяснить, вот, например, предположим, у вас есть своя компания, блин, не знаю, своя компания шариков, понимаете, я же не прихожу к вам, я не учу вас, как правильно надувать шарики, потому что я этого, блин, не знаю, какого фига, блин, люди ко мне приходят, которые, там, не знаю, работают, там, в какой-нибудь сфере, там, не знаю, продавцом в магазине, не знаю, может быть, учителем в школе, либо еще где-то, и начинают меня учить, как мне вести инстаграм, что мне брать на рекламу, что не брать, пытаются мне рассказать, за что меня заблокировали, ничего абсолютно не зная про алгоритмы инстаграма, про какие-то моменты и так далее, вот, ну, для чего? Я человек, который ходит постоянно на всякие, там, повышения квалификации, да, которые изучают, там, всякие тонкости, я состою абсолютно во всех бесплатных и в платных чатах, которые только есть, там, связанные с ведением инстаграма и так далее, единственное, что я не знаю, но не получается это у меня, это визуал, но для этого просто нужен грамотный сторисмейкер, толковый, но я не срабатываю с бинца сторисмейкерами, ну, я не знаю почему, но вот так вот у нас получается, потому что, ну, сторисмейкеры, это такие люди, чаще всего, да, которые, если целеустремленные, то они хотят больше, и хотят расти, и я их за это не виню, это абсолютно нормально, ну, нельзя за это людей винить, которые хотят развиваться, либо наоборот, абсолютно никакие, которые тупо сидят, ну, хотят сидеть на жопе ровно, и нифига, абсолютно ничего не делать, а это как раз таки тоже ненормально, ну, короче, я не срабатываюсь, вот, это единственное, что я не умею делать, и вести именно концепцию, ну, то есть, да, это делают специально обученные люди, ну, как бы, блин, мне пока и без этого норм, мы Йосю любим, и его Ромашова, мы не виноваты, что ты напала на его инсту, Ромашова любите, вы можете подписаться на Ромашова, Йосю любите, вы подписаны на Йосю, но вам было сказано неделю назад, что здесь мы, с рапами общаетесь, ну, иногда можем попереписываться, да, где ваш попугай дома, так, зачем чужие обычаи обзывать чушью, вы о чем, а про армян, ну, потому что я русский человек, и люди живут в России, да, для меня это чушь полная, вообще голимая, хуэта, блядь, которая, ну, типа, ты такой, значит, встречаешься с девушкой, слушай, иди, короче, поженишь-ка, вот на той, вы вообще в своем уме, я русский человек, все раз говорю, если вы хотите соблюдать какие-то обычаи, едьте в свою страну, живите там, и не встречайтесь с русскими девушками, ну, не занимайтесь тем, чем вы занимаетесь, саша, родители счастливы, что живут в Москве с вами, да, в том-то и дело, что они счастливы, и им это нравится, и они, наконец-то, в той среде, в которой они должны были быть, короче, почему, на самом деле, мы чаще всего ругались, да, потому что, вот я вот ненавижу вот это, особенно в 21 веке, мы все люди свободны, у нас у всех есть свое мнение, потому что они как раз-таки были заложниками, заложниками мнений, понимаете, чужих, там, своей семьи, родственников, других каких-то людей, да, там, других армян, ну, вот так же надо, ну, вот там, не знаю, там стояла, например, Репсима на этом своем рынке, подходила к ней какая-нибудь курица, понимаете, а вот Саша себя там ведет вот так, она вот там вашего сына, там, туда-сюда, ну, и, конечно, у Репсимы богатое воображение, начинается вот это вот все, я, со своей стороны, естественно, даю, как бы, ну, очень мощный, достаточно отпор, ну, и, как бы, собственно, из-за этого скандал, когда они здесь, они видят, во-первых, ситуацию, изнутри, со стороны, кстати, вот тоже, да, вот на заметку тем, кто там меня очень сильно не любит, если уж с людьми, с которыми мы терпеть друг друга не могли, с первого дня живем душа в душу, лично я, да, то тогда это тоже, наверное, вопрос к вам, на самом ли деле вы обо мне думаете вот так, как думаете, или все-таки надо задуматься, что что-то здесь не так, поэтому я и называю вот эти вот истории, с вот этими традициями полной чушью, мы живем в России, в России такого нет, значит, либо вы живите, пожалуйста, в своей стране, и занимайтесь этим всем у себя, если для вас это нормально, для нас это ненормально, я вообще считаю, что, ну, как бы, я могла, ну, как бы, там, блин, спокойно, ну, я считаю, что на такое вообще, ну, как бы, нужно вводить какие-то определенные, значит правила, почему так некрасиво выражаешься, что это чушь их традиции в нации, объясняю, в свою страну ельце, и там устраивайте свои традиции, здесь такого нет, вы встречаетесь с русскими женщинами, обещаете им золотые горы, значит, будьте добры, это все соблюдать, либо, если у вас нет никаких планов на женщину, говорите об этом, ну, сразу, то есть, чтобы не было вот этих вот всех историй, да на самом деле, еще раз говорю, вот, пришли мои, так, ладно, об этом поговорим чуть позже, и 되ем, Продолжение следует...